Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписаны, мы бы рекомендовали подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры в разных форматах, включая технические обзоры, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Во второй половине 2000-х годов, ближе к 2010-му, корейцы плотно заняли российский рынок новых автомобилей, в том числе и с автомобилями формата кроссоверов. И одним из наиболее популярных и продаваемых кроссоверов корейского бренда был автомобиль Hyundai Tucson, или более привычный нашему уху Tucson. Первое поколение этого кроссовера в кузове JM распространилось по территории нашей родины просто огромными тиражами. Когда эти автомобили были новыми, у них было несколько козырей. Это была простая по конструкции, очень надежная и при этом недорогая в покупке машина. Три поколения спустя к четвертой генерации Hyundai Tucson или Tucson слегка растерял преимущество касаемо дешевизны. Но возросший ценник компания оправдывает и новой начинкой автомобиля. В нашем сегодняшнем обзоре мы поговорим про Tucson актуального четвертого поколения, причем в его максимальной комплектации. Посмотрим на этот автомобиль снаружи и внутри, немного поговорим про технику, а также взглянем на эту машину снизу на подъемнике. Встречайте, Hyundai Tucson NX4. Кузов NX4 выпускается с 2020 года по настоящее время и пока обошелся без обновлений. На российском рынке эти машины предлагались с одним из трех вариантов силовых агрегатов. Под капотом Tucson 4-го поколения могли стоять бензиновые двигатели объемом 2 литра на 150 лошадиных сил и 2,5 литра на 190 лошадей и дизельный мотор на 186 лошадиных сил. Коробки передач для двухлитрового варианта механическая либо автоматическая шестиступенчатая. Для дизелей и вариантов с 2,5 литровым бензиновым мотором коробки восьмиступенчатые, а привод только полный. Наш сегодняшний экземпляр – новая машина 2023 года выпуска в самой максимально возможной комплектации. Под капотом бензиновый двигатель 2,5 литра на 190 лошадей, автомат и полный привод. Четвертый Tucson поменьше старшего брата Santa Fe в плане габаритов, но это все еще полноразмерный солидный автомобиль. Длина кузова этой машины 4 метра 50 сантиметров, ширина 1,86 метра, а высота 1,66 метра. Колесная база кроссовера 2,75, что предполагает наличие достаточного пространства для ног задних пассажиров, что мы проверим чуть далее по ходу сюжета. Радиус разворота у этого Tucson 5 метров 45 сантиметров. Автомобиль достаточно легкий по меркам данного класса. Снаряженная масса 1768 килограмм, максимально разрешенная 2 тонны 175 килограмм для бензинового автомобиля. Дизель примерно на 100-150 килограмм тяжелее. Что касается толщины лакокрасочного покрытия этого автомобиля, как у большинства современных корейских и японских машин, толщина лакокрасочного покрытия здесь колеблется в районе от 85 до 110-120 микрон максимум. Ну а говорить про зоны, подверженные коррозии на автомобилях, самому старому из которых на момент съемки сюжета едва исполнилось 3 года, пока преждевременно поживем, как говорится, увидим. Обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажного отделения, тем более что Tucson это все-таки семейный кроссовер, так что хозяйственные функции для него немаловажная составляющая его будущей жизни. Доступ в багажник нам открывает довольно увесистая крышка с электроприводом, а кнопка открывания находится в районе верхнего края заднего бампера. Есть подозрение, что именно это место всегда будет забрызгано грязью в межсезонье. Первое впечатление от открывающегося нам вида – это большая ширина проема багажного отделения. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, каковы линейные размеры багажника, чей каталожный объем 593 литра при поднятых спинках задних сидений. Ширина проема багажника по его средней части – это 110 сантиметров. Высота от пола до крыши – 75. Ширина по более широкой задней части – порядка 127 сантиметров. Расстояние между колесными арками – 101. А длина по полу при поднятых задних сиденьях – 92 сантиметра. Если же вам нужно увести здесь габаритный груз, вы можете сложить спинки сидения. Причем сделать это можно из багажника. В этом случае погрузочная длина у вас увеличится до 1 метра 70 сантиметров. Ну а если вы будете проталкивать груз дальше, между передними креслами до передней панели, то смело грузите сюда все длиной до 2 метров 50 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных удобств, ниш и так далее. Помимо ручек складывания спинок сидения в багажнике, здесь они разнесены, в отличие от старшего брата Санта-Фе, с двумя удобными кнопками по двум бортам. И вдобавок они здесь механические, электроприводов нет. У нас есть петли для фиксации груза, 4 штуки, в передней и задней части багажного отделения. Есть у нас под фальшполом полноценное полноразмерное запасное колесо. Здесь же хранится штатный инструмент, причем никакой пенопластовой емкости внутри нет. Штатный инструмент просто лежит внутри самой запаски. С левой стороны у нас есть на боковой панели багажного отделения 12-вольтовая розетка. И, собственно, все. Кармашков сбоку. Небольшие ниши есть, но доступ к ним открывается только при поднятой панели фальшпола. Ну а теперь к интересному, а именно к салону 4-го Туксона. Попадая сюда, успеваешь отметить полностью переработанную стилистику интерьера относительно всех предыдущих поколений. И, кстати, уровень материалов здесь тоже значительно выше. Мягкий здесь не только обводы передней панели, но и материал, из которого все изготовлено. Он легко продавливается пальцем и очень приятный на ощупь. А средняя часть вставочка между дефлектором вентиляции и непосредственно кожухом бардачка, в данном случае вообще тканевый. Дверные карты наверху у нас также мягкие. Жесткий пластик здесь можно найти только внизу на центральной консоли. Но его не особо-то и видно, а уж тем более тактильно контактировать с ним вам вряд ли придется. Даже достать до него коленом при нормальном положении сидения у вас не получится. Передние сидения здесь имеют электрические регулировки. А вот рулевое колесо регулируется только механически. Правда, сам диапазон регулировки здесь очень и очень большой. Если я отодвину максимально назад водительское кресло и при этом еще и опущу сидение вниз, то моя левая нога, будучи полностью выпрямлена в колени, натянутым носком не достанет до пола салона. Так что запас по длине здесь приличный для водителя любого роста. Но при этом, когда я сижу отрегулировав сидение под себя, я не могу сказать, что запас над головой у меня какой-то слишком большой. Хотя, в принципе, ощущения давления сверху здесь нет. И в случае с младшей комплектацией, где отсутствует панорамная крыша, скорее всего, пространства будет все же побольше. Что касается органов управления. Под левой рукой у нас абсолютно стандартный для современной Hyundai Kia пульт управления стеклоподъемниками, центральным замком и боковыми зеркалами. Выше на двери клавиши настройки памяти водительского сидения. Такая функция здесь тоже есть. Руль небольшого диаметра, он удобный, хваткий, отделан он кожей. Интересно выглядит в плане дизайна и имеет подрулевые переключатели. Лепестки для работы коробкой передач в спортивном режиме. С левой стороны на руле у нас блок клавиш управления мультимедийной системой и телефоном, который подключается по Bluetooth. Справа управление круизом. Круиз, естественно, как и положено всем современным автомобилям, здесь радарный, умеющий выдерживать дистанцию до передней машины, а также контролировать выезд из полосы движения. Своего рода мини-автопилот, который работает, правда, сугубо на дорогах с разметкой. Подрулевые переключатели в данном случае находятся на своих местах. Пользоваться ими удобно. Никаких щелчков пластмассовых при переключении они не издают. Звук приглушенный, очень приятный. Кстати, есть одна интересная функция, связанная с электронной приборной панелью, которая полагается комплектациям максимального ряда и имеет несколько скрытых, но очень интересных функций. Таких, например, как отображение картинки с боковой камеры заднего вида при включении соответствующего поворотника. Изображение у нас замещает либо кругляшок спидометра, либо тахометра, если вы включаете правый поворот. Очень удобно и наверняка будущие владельцы 4-го Туксона функцию эту оценят по праву. Сам дисплей приборной панели, кстати, весьма хорошо читается. Он очень информативный, в меру яркий. И при изменении режимов работы автомобиля, когда вы переключаете параметры между экономичным, нормальным, спортивным режимом, также меняется и графика на дисплее. Это прикольно. Верхнюю половину центральной консоли у нас занимает большой сенсорный экран мультимедийной системы, на которой выводится карта системы навигации, причем в данном случае она адаптирована и прекрасно работает. Также мультимедийная система, настройки радио, мультимедиа, если вы подключите сюда какой-то внешний источник, либо основной домашний экран, где с левой стороны будет секция системы навигации, а с правой стороны компас. Панель климатики внизу также сенсорная. Здесь удобный информативный экран. Клавиши, в принципе, разнесены, и перепутать их достаточно трудно, но, опять же, это нарисованные кнопочки, то есть физических кнопок здесь нет. Только пиктограммы, которые, правда, остаются на панели даже при выключении зажигания. Отсюда же, кстати, управляется и функция подогрева зоны дворников. Внизу у нас довольно удобный кармашек с прорезиненным, не скользким основанием, где находится в том числе и беспроводная зарядка для телефонов. Также здесь есть два USB-разъема и 12-вольтовая розетка, прикрытая заглушкой. Передний торец на центральной консоли занимает блок клавиш управления вентиляцией и подогревом передних сидений, подогревом руля, контроль скорости на спуске, парктроники и клавиша включения камер кругового обзора. Изображение выводится на большой дисплей по центру, и вы можете выбирать режимы работы камеры, исходя из того, какие вам сейчас в данный момент наиболее актуальны. Вторым рядом перед кнопочным селектором коробки передач у нас идет клавиша выбора режимов движения. Это своего рода качающийся тумблер, который позволяет вам пролистывать режимы настройки автомобиля. Здесь же сбоку клавиша включения-выключения старт-стопа, сам кнопочный селектор, подобное мы наблюдали на Hyundai Santa Fe 22 года, на который делали обзор буквально недавно. Выглядит необычно, но, кстати, очень удобно. После некоторой привычки пользование им вообще не вызывает никаких вопросов. Здесь же клавиша управления электронным ручником и клавиша включения функции Auto Hold. При задействованной функции машина стоит на месте при отпущенной педали тормоза и тронется только после нажатия на педаль газа. Функция крайне удобна для тех, кто много времени проводит, стоя в пробках. Ну а наверху у нас клавиши управления панорамной крышей и, собственно, подсветка. Что касается мест для хранения, бардачков и подстаканников в Туксоне четвертого поколения, нам предлагается два удобных подстаканника справа от селектора коробки передач в центральном боксе. Также центральный подлокотник у нас представляет собой где-то внутри довольно глубокий и хороший по объему ящик. Основной бардачок здесь не очень вместительный, но под документы формата А4 в принципе вполне подойдет. Никаких дополнительных очечников на потолке у нас нет, а внизу дверных карт есть очень небольшие по площади углубления, плюс специальные подбутыльники, рассчитанные на бутылочки объемом 0,5. Что касается обзорности спереди, по этому автомобилю, несмотря на узкую линию остекления и скругленные края капота, которые несколько теряются из виду, в целом привычки к габаритам этого автомобиля не потребуются. Боковые зеркала здесь, кстати, несмотря на зауженную к краю модную форму, довольно большие по площади, пользоваться ими удобно, плюс у вас есть система мониторинга мертвых зон. Ну а с парковкой проблем не будет вообще никаких, благодаря камерам кругового обзора. Кстати, линия бокового остекления с поправкой на мою посадку в данном случае вполне себе нормальная. Что касается пространства на заднем сидении Туксона. На самом деле с комфортом для задних пассажиров у этого автомобиля полный порядок. Подушка заднего сидения находится чуть-чуть повыше, чем сидение переднего ряда. При этом, если спереди кресла имеют некоторый профиль в плане боковой поддержки, то заднее сидение практически полностью плоское. И ширина здесь достаточная для того, чтобы с комфортом разместилось, в принципе, три человека. Не слишком крупные комплекции. Для тех, кто собирается ехать куда-то на дальняк на заднем сидении этого автомобиля, подобная фишка хороший плюс. Здесь достаточно места для ступней. Под передними креслами есть куда спрятать ноги. На полу есть небольшой высоты тоннель. Так что центральному пассажиру он может, конечно, слегка мешаться. В плане пространства над головой есть запас. Несмотря на то, что машина с панорамной крышей, соответственно, потолок у нас немножко пониже. А линия остекления сзади хоть и слегка идет на подъем, но при этом вы все еще можете смотреть в окно, а не в дверную карту при повороте головы. С левой стороны у нас довольно удобный подлокотник, на котором располагается клавиша стеклоподъемника и кнопка включения подогрева заднего сидения. Здесь есть центральный подлокотник, но в нашем случае это новый автомобиль, еще запечатанный в дилерский целлофан, и отрывать его мы, пожалуй, не будем. Ну а из дополнительных удобств для задних пассажиров отметим две розетки USB и собственные дефлекторы вентиляции. Спинка заднего сидения, кстати, имеет регулировку по углу наклона. Вот это максимально вертикальное положение, и для езды куда-то далеко это не самый удобный вариант. А вот это максимально отклоненное назад сидение, полулежачее положение, которым будет удобно в дальней дороге. Ну а теперь про начинку подкапотного пространства четвертого Туксона. Здесь могло быть всего три варианта двигателей. Все они относятся к новому семейству SmartStream. Два двигателя бензиновых и один дизель. Бензиновые моторы начинаются с двухлитрового агрегата. Его индекс G4NL. Этот мотор выдает 150 лошадиных сил и 191 ньютон-метр крутящего момента. С таким мотором Туксон на механике разгоняется с 0 до 100 за 10,8 секунды, а на автоматической шестиступенчатой коробке передач за 11,2. Двухлитровый двигатель адаптирован для работы на 92-м бензине. По конфигурации это рядная алюминиевая четверка с двумя верхними распредвалами. На нем 16 клапанов и есть гидрокомпенсаторы, так что заниматься регулировкой клапанных зазоров больше не нужно. Также на двухлитровом моторе компания использует продвинутые фазовращатели новой конструкции, цепной привод ГРМ, а также ряд новомодных технических решений, таких, например, как электронно управляемый термостат или маслонасос переменной производительности. Зато на G4NL уже присутствуют маслофорсунки для охлаждения днища поршней, что должно предотвратить возможность появления тепловых прихватов и, соответственно, задиров. Масло в двухлитровый двигатель заливается 4,8 литра, вязкость 0,20 или 5,30. Что касается ресурса, сам производитель заявил ресурс данного ДВС порядка 200 тысяч километров пробега. Скорее всего, ресурс этих силовых установок будет пролегать где-то в районе 250 тысяч. Правда, до этого пробега будущим владельцам подобных автомобилей, скорее всего, придется столкнуться с обновлением цепи ГРМ где-то на 150 плюс-минус. Если судить по статистике предыдущих моделей двигателей от Hyundai G4NA, по сравнению с которыми цепь в новом моторе кардинально не изменилась. В нашем случае старшая бензиновая четверка, также с алюминиевым блоком цилиндров, носит индекс G4KN. Это тоже современный двигатель, дебютировавший в 2019 году. Тот же самый маслонасос переменной производительности, тот же электронноуправляемый термостат, что и на двух литрах, и дополнительно к этому еще и комбинированный впрыск топлива, то есть форсунок на этом моторе, 8 из них, 4 распределенного впрыска и 4 непосредственного, плюс ТНВД. Режим работы форсунок выбирается исходя из условий работы самого двигателя, но наличие второго ряда форсунок распределенного впрыска должно, по идее, свести на нет проблему с закоксовыванием клапанного механизма. Кстати, гидрокомпенсаторы здесь тоже присутствуют, как и фазовращатели на обоих распредвалах. Так, ГРМ у данного двигателя тоже цепной, с примерно похожим ресурсом. Что касается заливаемого сюда масла, по объему это 5,8 литра, вязкость масла 0,2 В20. А вот бензин, в отличие от двухлитрового мотора, сюда нужен не ниже, чем 95-й. Будучи современным двигателем, Г4КН имеет кат-коллектор, то есть каталитический нейтрализатор, максимально близко расположенный к головке блока цилиндров, что в случае разрушения нейтрализатора может быть чревато. Однако пока эти моторы свежие и каких-то глобальных проблем по ним нет. Ресурс этого двигателя производитель заявляет в районе 250 тысяч километров, и скорее всего ходить он будет даже дольше при условии регулярной замены масла и заправки кондиционным топливом. Ну а место дизельной силовой установки занимает D4HD. Современный двигатель, 186 лошадиных сил и свыше 440 ньютонов крутящего момента. Этот дизель отвечает стандартам токсичности Евро-5, Евро-6, блок цилиндров, здесь алюминиевый, головка блока тоже, два верхних распредвала, есть турбина, впрыск типа Common Rail, а вот фазовращателей нет. Зато присутствуют гидрокомпенсаторы и ременной привод газораспределительного механизма. Объем заливаемого в дизель масла это 5,6 литра, вязкость 5W30. Это также новый мотор с ненакопленной статистикой неисправности, но имейте в виду, что на данных двигателях установлена экологическая система, чем-то похожая на мерседесовский AdBlue с использованием мочевина, называется она SCR. И судя по всему, тем владельцам, кто планирует ездить на автомобилях очень долго, придется что-то с этой системой придумывать со временем. В любом случае, при покупке дизельного туксона, не лишний будет все же показаться на профильный сервис, желательно к официалам и продиагностировать машину на предмет отсутствия возможных сюрпризов. С дизельным двигателем динамика машины примерно соответствует таковой у бензинового 2,5 литрового собрата 9,4 до сотни, и максималка в 201 км в час. Что касается коробок передач, большинство из которых, конечно же, автоматические туксонно-механики тающего эзотика на 2-литровых бензиновых машинах, стояла шестиступенчатая коробка А6MF1. Это та самая трансмиссия, которая ставилась еще на Hyundai AX35 Sportage и успела себя довольно хорошо зарекомендовать. Настолько хорошо, что эту коробку, что называется, растащили к себе другие бренды. Например, Саньонг или Крайсер, который ставил ее на рестайлинговые компасы, начиная с 2013 года. Детские болячки эта коробка давным-давно изжила, и по большому счету осталась только пара моментов. Первая связанная с частотой масла. Эти коробки не любят длительных интервалов замены, и желательно менять рабочую жидкость раз в 60 тысяч километров пробега. А второй момент, при жесткой эксплуатации в данном случае, возможно, проблема со шлицами дифференциала, которые банально срежут, и вам придется заниматься ремонтом, причем не дешевым. При осмотре автомобиля с подобной трансмиссией, на всякий случай, если пробег уже довольно большой, проверьте полный привод на работоспособность. Либо на скользком покрытии, если покупка происходит зимой, либо на подъемнике, вывесив колеса, если речь идет про покупку летом. Ресурс данной КПП при нормальном уходе 300 тысяч километров плюс. Что касается восьмиступенчатого автомата, также гидромеханического роботов на туксонах этой генерации уже не было, он агрегатировался с дизелем, либо с 2,5-литровым бензином. Маркировка коробки А8 и ЛФ2. Эта трансмиссия также требует замены масла раз в 60 тысяч километров. Она довольно новая, ее дебют состоялся в 2016 году, за 4 года до появления этого кузова. Коробка не отметилась как какая-то особо ломучая или болезная. В основном проблемы у автомобилей первых годов выпуска с этой трансмиссии сводились к обновлению прошивки, хотя были некоторые довольно редкие случаи замены гидротрансформатора в рамках гарантийных сроков. Так, прошивкой в том числе исправлялась и некорректная работа коробки передач в режиме круиз-контроля. В целом же с поправкой на маленькие пробеги и небольшой возраст этих автомобилей проблем с данными автоматами вы, скорее всего, избежите. Ну а перед тем, как посмотреть на 4-й туксон снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для данного автомобиля 181 мм. Самая низкая точка этого автомобиля находится под передним подрамником и до нее от поверхности асфальта как раз в районе 18 см. Край переднего бампера отстоит от поверхности асфальта где-то на 22 см с поправкой на пластиковую защиту. Брызговичок пониже этой отметки до него всего 19 см. В середине автомобиля самой низкой точкой являются даже не пороги, а своеобразная грязезащита, днище до которой 20 см. Так, брызговик в задней части перед задним колесом находится от асфальта в 18 см. А до заднего бампера 28 см, причем чуть ниже этой отметки свисает подвешенная поперек банка глушителя. В целом геометрическую проходимость четвертого туксона по меркам кроссоверов, а не внедорожников, следует признать вполне хорошей. Что касается подвески четвертого туксона, она реализована по классической для кроссоверов схеме. Передняя подвеска здесь выполнена по типу Макферсон. Рулевая рейка на этом автомобиле полностью электрическая, соответственно никаких проблем с жидкостью бур и шлангами здесь не будет по определению. Кстати говоря, благодаря электроусилителю руль здесь в парковочном режиме очень и очень легкий. Отрадно то, что несмотря на свежесть автомобиля, компания Hyundai остается верна некоторым своим техническим решениям. В плане, например, шаровых опор на передних рычагах, которые крепятся на болтовом соединении. То есть меняются по определению отдельно от рычага в оригинале. Стабилизатор поперечной устойчивости с очень длинными стойками в данном случае у нас расположен на подрамнике перед рулевой рейкой. Но доступ к креплениям стабилизатора для замены втулок здесь все же имеется. Если делать это при снятом колесе сбоку. Также снизу мы можем увидеть и выхлопную систему с тем самым каталитическим нейтрализатором, выполненным сразу в выпускном коллекторе. Он находится здесь сразу за головкой блока цилиндров. И второй катализатор уже непосредственно на трассе. Кардан в данном случае, как и на Hyundai Santa Fe, не очень большой в плане сечения. Особенно это касается его средней части в районе подвесного подшипника. Так что для серьезного бездорожья этот автомобиль не предназначен. Что касается качества обработки днища автомобиля антикоррозийным составом, то здесь антикорр действительно есть. Но нанесен он очень локально. На части лонжерона в районе переднего подрамника и его задних креплений также есть антикорр в районе порога. А вот центральная часть автомобиля имеет антикорр только в районе швов. Причем здесь он явно нанесен как-то очень ограниченно в плане количества. Остальная часть днища автомобиля в основной массе прикрыта либо теплозащитными экранами, либо грязезащитными фартуками. Материал которых напоминает войлочные подкрылки на Honda'х прошлых лет. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, объем которого 54 литра. Бак здесь пластиковый и горловина также у нас резинопластиковая. Поэтому проблем с коррозией компонентов топливной системы здесь не будет. Задняя подвеска у Туксона многорычажная. Здесь большие продольные рычаги и по три поперечных на сторону. Задняя пружина в данном случае стоит отдельно от амортизатора, что в какой-то степени облегчает замену этих компонентов. При этом надо отметить, что сайлентблоки в задней подвеске Туксона достаточно основательные по размеру. Конечно, это и не грузовик наподобие Land Rover Defender, но, во всяком случае, по меркам кроссоверов, все достаточно солидно. Доступ к креплениям заднего стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае также хорош. Самое интересное, что с антикоррозийной обработкой в задней части кузова дела обстоят не слишком оптимистично. Здесь также антикорр нанесен только в некоторых очень ограниченных зонах, например, над задним подрамником, по сути дела, лет. Так что на перспективу очень многолетней эксплуатации, наверное, имеет смысл все же озаботиться и обработать этот автомобиль дополнительно. Ну и стоит отметить конструкторов этого автомобиля. Выхлопной тракт, а именно банкоглушителя, расположенный поперек в данном случае, убрана практически в габарит бампера. Выступает она крайне незначительно, так что на геометрическую проходимость сильно влиять не будет. Тормоза на автомобиле вкруг дисковые, а стояночный тормоз в данном случае имеет электрический привод. Таким мы увидели сегодня автомобиль Hyundai Tucson 4-го поколения. Это машина 23-го года выпуска. Пробег автомобиля всего 28 километров. Машина новая, двигатель 2,5 литра, 190 лошадиных сил, 8-ступенчатый автомат и полный привод. Если вы уже купили себе такую машину, уже ее эксплуатируете, и вам есть в чем нас дополнить и в чем нас поправить, укажите в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобного автомобиля, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если же вас заинтересовал конкретный экземпляр, который мы сегодня показали на подъемнике, то всю интересующую вас актуальную информацию, включая стоимость этой машины и ее наличие у нас в компании RDM Import в городе Новосибирске, можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видео. Там есть электронная почта и номер телефона. На тот же самый номер вы можете написать вопрос и в WhatsApp. Если обзор вам понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем, ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Впереди нас ждет еще много интересного. Ну а сейчас спасибо за просмотр, хорошего вам дня и до новых встреч на канале. Пока!